Привет! На этой неделе начался и закончился традиционный губернаторопад. Это когда Путин отправляет в отставку сразу нескольких губернаторов или, как говорит Песков, занимается внутриполитическими вопросами. Обычно это бывает в начале весны или осени. Путин ведет себя как маршрутчик, видит плохого губернатора, но не увольняет его, а ждет весны, когда таких соберется полная маршрутка, тогда и поехали. И мы уже к этому привыкли, но вообще это довольно странно. Представьте, что вы начальник и у вас есть сотрудник, который никому не нравится, в том числе и вам, но вы его не увольняете, а ждете, пока таких наберется хотя бы штук пять. Сергей Петрович, камеры засняли, что вы воруете деньги из кассы. Если такое повторится с еще тремя разными сотрудниками, то мы вас сразу уволим. Это очень странный подход, но в целом особых новостей от смены губернаторов нет. Одних жуликов там поменяли на других, разницы почти никакой, ничего интересного, кроме как, пожалуй, в Калмыкии, где главой республики стал кикбоксер. Потому что, во-первых, я узнала, как правильно делать ударение в этом слове, а во-вторых, не могу не заметить довольно резкий скачок в управлении республикой от шахматиста до кикбоксера. Теперь Россия в полной мере готова идти на Киев, и теперь есть кого выставить против Кличко. На самом деле я, конечно, понимаю, почему правлять калмыки ставят спортсменов. Вот типа национальная республика, там столько кланов непонятных, а нужна стабильность. Вот вам авторитетный человек во главе, который представляет Путина. Российское правительство в широком смысле слова относится к национальным республикам как к таким туземцам, которые сами не могут разобраться между собой, и пусть там будет хоть кикбоксер, зато без всяких кланов. Точнее, кланы-то как раз будут. Они по-прежнему будут управлять всем регионом, но во главе должен стоять кто-то путинский. На самом деле все это происходит, потому что большая и сильная Россия не может обеспечить законность и порядок в Калмыкии, в Чечне, в Дагестане, да и вообще нигде. Поэтому Путину приходится постоянно идти на уступки и принимать вот такие странные решения, как кикбоксеры во главе региона. А еще на этой неделе в Татарстане бюджетникам запретили заряжать телефоны на рабочем месте, чтобы экономить электричество. Ну потому что мы же энергетическая держава, а если каждый будет заряжать телефоны, то все электричество кончится и будем мы не энергетической, а так обычной державишкой. Ведь энергетическая держава это когда никто не пользуется электричеством, а всю энергию можно продать в Китае. Вот это реально крутая и великая страна. Кстати, кроме телефонов бюджетникам также запрещено заряжать ноутбуки и другую технику, а если ты на работе работаешь со своего, то тебе просто нужно раз в 2-3 часа бегать домой, заряжать его и возвращаться. Также для экономии бюджетникам стоит запретить включать свет в помещении. Они просто должны развить себе невероятную зоркость, чтобы видеть в темноте. Гражданин, вы что не видите? У нас обед! Ну раз не видите, так приходите с фонариком. Оказывается, старик Шахид Жанян был прав и все это время готовил нас к тому, чтобы стать бюджетниками. Учителям-то, конечно, проще. Если разрядился телефон, они могут просто отобрать себе другой у школьников, как минимум до перемены. Эта новость тоже ведь об отношении правительства. К бюджетникам относятся не как к людям, которые спасают жизни и учат детей, а как к дармоедам, которые просто получают зарплату ни за что. А ведь эти деньги можно было бы потратить на новую армату. Великое российское государство не может найти сколько? Ну полтинник в месяц, чтобы зарядить телефон своего учителя. Потому что для государства единственная функция бюджетника – это вовремя вбросить правильные бюллетени. А телефоны и ноутбуки для этого совершенно ни к чему. Такая неделя, такие новости. С вами была Марина Мизинова. Подписывайтесь на наш канал, а также, пожалуйста, не забывайте нам ставить лайки под роликом. Спасибо, что смотрите нас. Всем пока. Увидимся через неделю. Субтитры сделал DimaTorzok